Закончился еще один трудовой день саратовцев. Прекрасна жизнь. Но и у жизни есть враги. Заглянем на окраину города и дождемся вечера. Вот здесь, рядом с домами тружеников, свели гнездо религиозные фанатики и мракобесы. Ненавистники всего живого. Суда сходились на свои тайные сборища. Члены подпольной секты, заперев двери и плотно занавесив окна, Главари сектантов по несколько часов подряд, иногда с вечера до рассвета, истязали умы души обманутых людей. И вот этому положен конец. Шесть дней продолжался судебный процесс над руководителями секты. Вот они, духовные отцы, братьев и сестер во Христе. Пресвитер Николай Егоров. Проповедники Николай Муравлев и Иосиф Костюков. Председатель областного суда Аношин вызывает обвиняемого Егорова. В 1946 году Бог по великой милости своей открылся мне как творец и спаситель. И через жертву крестную Иисуса Христа, через Его кровь пролети на кресте, мне прощены грехи мои, и я полюбил Господа и отдал себя Ему на служение. Но углубляясь в священное Писание, молясь Богу о даровании премудрости свыше и Духа Святого, Он открывался мне Богом живым и послал Твой Дух Святой, чтобы я мог хранить веру в Него, совершать путь спасения, праведно жить в этом мире и... Такими вредними и забивались головы десяткам людей. Некоторые сектанты пытаются выгородить своих вожаков. Но правду не обмануть. Вот что сообщила суду бывшая участница секты, ныне студентка медицинского института Любовь Алехина. Во-первых, я хочу рассказать, как сектанты возлекают людей в своем общении. Они возлекают людей таких, которые попадают в ту или иную виду. Первый раз на их собрание я попала с 1956 года. В это время в моей личной жизни была очень потрясающая история. Я осталась одна и при том еще беременная. В это время мне сказали, что ты только найдешь успокоение вот именно в этой религии. Показания дополнила соседка Костюковых Кишина. А я в караулу сидел, кричал, молился чего-то, не знаю я. Кричит чего-то, не пойму, за голову хватает. Вот я по его жены, по Костюкову, спрашивала, я говорю, кто же у вас Коля, Егор? А она говорит, три свитер. Да, почему я спросила, у них была свадьба, вот Муравлев, Коля. Я говорю, а кто же их будет венчать? Коля, Егоров. Ну, правда, я конец только застал, когда он венчал их. В общем, вернее, подарки им клали. Свидетельница Старостина много лет жила в одном доме с Клавдией Дмитриевной Зуевой. Артистка филармонии Зуева была жизнерадостной, энергичной женщиной. Нежданно нагрянула беда. Зуева серьезно заболела. Тут и подкараулили ее братья во Христе. Квартира Зуевой превратилась в пристанище сектантов. Рак была обнаружена в ранней стадии. В то время можно было, конечно, если бы она вовремя обратилась к врачу, сделать оперативное вмешательство, и, конечно, Клавдия Дмитриевна была бы жива. Но, вы знаете, вот в ихней секте, как я слышала, не полагается сходить к врачу. Господь Бог сам выучит. Если Господь Бог, вот Клавдия Дмитриевна мне сказала, если Господь Бог послал мне испытание, я должна его выдержать. Виновными себя не признаем, оправдывается обвиняемая. Но от фактов не уйдешь. Что стало с Зуевой, спрашивает прокурор Анипко. Ох, как не хочется прямо отвечать на этот вопрос. Оно и понятно. Зуева погибла. Одурманенная своими наставниками, она не обратилась вовремя к врачам. И даже смерть использовали преступники в своих целях. Высланный из пределов Саратовской области пресвитер Егоров, тайно вернулся в Саратов, якобы на похороны Зуевой, а по существу для продолжения своих темных дел. А вот еще один брат во Христе, проповедник Николай Муравлев. Что мог проповедовать этот моральный урод, который, находясь в армии, был судим трибуналом за отказ взять в руки оружие? Защита Родины считается у Зуеверов грешным делом. Святым делом они считают борьбу с жизнью, радостью и счастьем. Преступников изобличают и люди, и документы. Вот, оказывается, куда ведут следы. В Соединенные Штаты Америки. Там возникла секта. Там издана и эта литература. Трудно поверить, что эта школьница, еще почти ребенок, уже отравлена ядом фанатизма. Она стала сектанткой. Не было юности и у этой девочки. А разве можно поверить, что эти девушки, чью жизнь коверкали мракобесы, еще недавно были веселыми и жизнерадостными? Мы обращаемся к вам, жертвы невежественных проповедников. Крылатые годы юности – самая счастливая пора, когда хочется мечтать, радоваться, отдавать все свои силы людям, труду, будущему. А вы разучились радоваться, разучились видеть солнце, вас обманули. Оглянитесь вокруг, посмотрите, как чудесен мир. Виновность подсудимых Егорова, Муравлева и Костюкова в организации, руководстве группы сектантов проповедование общественно нетерпимого, наносящего вред здоровью граждан, религиозного вероучения, подтверждена данными предварительного и судебного следствия. Именем народа мракобесы осуждены, но их жертвы живут среди нас, и мы обязаны помочь им вырваться из тьмы и мрака. Пусть торжествует жизнь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok